Сейчас обзор рынков, его подготовил Александр Лепешев, консультационно-управляющий регионального представительства Финал в Перми. Александр, приветствую. Ожидаемый вопрос. Как чувствуют себя индексы на фоне главных политических новостей в нашей стране? Скажем так, рынок улыбнулся, при этом слегка нахмурив брови. Что же это означает? Это означает, что российский рынок акций сдержанно отреагировал на результаты выборов, прошедшие в это воскресенье. Однако сюрпризов здесь никто не ожидал, и новый президентский срок Владимира Путина уже был заложен в котировки. Поэтому новых рекордов ни индекс Мосбиржи, ни индекс РТС не поставили. По итогам недели прирост составляет от половины до одного процента. Банк России сегодня, как ожидается, продолжит мягкое снижение ключевой ставки. О соответствующих рекомендациях Совету директоров Банка России говорил на прошедшей неделе глава Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. Такая комбинация решений регуляторов России и США может снизить привлекательность спекулятивной стратегии кэрри-трейд, то есть заимствование валюты государства с низкой процентной ставкой, ее конвертация и вложение в инструменты государства с высокой ставкой. Однако пока привлекательность российских ОФЗ остается на достаточно высоком уровне, несмотря на снижение спреда. Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта. Теперь она установлена в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. Решение было принято в среду 21 марта по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку ФОМС. В сопроводительном комментарии к ставке указано, что в последние месяцы число рабочих мест стабильно росло, уровень безработицы оставался низким, а перспективы американской экономики улучшились. ФОМС ожидает, что по мере дальнейшего постепенного изменения в монетарной политике экономическая активность в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, а рынок труда будет оставаться устойчивым, говорится в заявлении. Инфляция, как ожидает ФОМС, в ближайшие месяцы вырастет и стабилизируется в районе целевого уровня в 2%. Краткосрочные риски для экономики ФРС считает умеренными, но продолжит следить за инфляцией. Монетарная политика остается щадящей, что позволяет поддерживать стабильность на рынке труда и вернуться к 2% инфляции. После оглашения новой учетной ставки американские индексы получили краткосрочный импульс роста. Однако на следующий день настроения рынка изменились и в данный момент оба заокеанских бенчмарка теряют более 2% каждый. Таким образом, коррекция на фондовом рынке Соединенных Штатов, начавшаяся в конце января, на данный момент продолжается. Как мы отмечали ранее, снижение фондовых индексов, как правило, заставляет инвесторов перекладываться в золото. Как следствие, одновременно со снижением индексов S&P и Dow Jones мы наблюдаем рост котировок золота, которые прибавили более 1% за неделю и сейчас находятся на уровне 1330 долларов за тройскую унцию. Ростом также отметился и рынок энергоносителей. Нефть марки Brent за неделю прибавила внушительные 6%, вплотную приблизившись к уровню 70 долларов за баррель. Драйверами роста выступили сразу два фактора. Неожиданное сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а также усиление геополитических рисков, связанных с напряженностью отношений между Ираном и США по поводу ядерного соглашения. Курс доллара к рублю по-прежнему остается чувствительным к ситуации на рынке нефти на фоне взлета котировок черного золота. Доллар немного сдал позиции и сейчас торгуется в районе 57 рублей. Евро, достигавший в течение недели отметки 71,5, тоже немного подешевел и сейчас торгуется в районе 70,5 рублей за единицу европейской валюты. Мы продолжим следить за ситуацией на рынках.